Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, готовимся к новой торговой неделе. Короткий апдейт по тому, что происходило на рынках. На текущий момент мы видим, что американский доллар продолжает снижение, пятница закрылась достаточно слабая. Участники рынка не поверили Паулу по поводу слов, что ставка еще некоторый промежуток времени будет оставаться высокой, так как у нас и доходность облигаций резко снизилась. Это означает, что начали достаточно агрессивно покупать облигации с расчетом на то, что на следующем заседании уже могут понизить эту процентную ставку. И инверсия между процентными ставками тоже выравнивается. Есть все шансы на то, что она до конца года выровняется, так как в максимуме было расхождение в районе 1% с хостиком, а на текущий момент 0,2%. То есть достаточно быстро сошелся, за несколько месяцев начал сходиться этот спред и на текущий момент он стремится к отметке 0. Я напомню, что Паул несколько раз упоминал в ходе заседания о том, что когда инверсия будет отсутствовать, то это один из поводов прекратить ужесточение монетарной политики. Это нормализация ситуации в экономике. И на текущий момент все стремится как раз к этому. Поэтому я считаю, что по американскому доллару шорт позицию есть смысл еще поддержать чуть дальше, так как рынок не верит в дальнейшее ужесточение монетарной политики. Если такого не будет, то с большей вероятностью американский доллар потеряет как минимум вот эту часть спроса со стороны тех, кто верил, что ставку будут еще повышать. Цели остаются прежними. Это уровень объема за июнь 2022 года, возможно даже чуть-чуть пониже. Но здесь основной поинт это пробиться ниже минимума, закрепиться ниже этого минимума. И дальше до конца контракта можно будет торговать от шорта. Европейская валюта закрепилась четко, красиво выше локального максимума. Несмотря на то, что давление продавцов под закрытие таймфрейма было существенным. Мы видели попытку контратаки продавцов, которая не увенчалась успехом. На текущий момент евро плавненько подтягивается вверх. Соточеты по евро, кстати, вообще никакие. То есть практически никаких изменений не было. Что-то закрыли, что-то чуть-чуть открыли. Несущественно. Я считаю, что текущая тенденция будет продолжаться вплоть до отметки 1,1. Возможно с откатами, возможно с коррекциями. Но в целом есть смысл поддержать лонговую историю еще подальше. Основное движение происходит за счет нормализации. Вот этого дисбаланса между монетарными политиками. Так как на текущий момент на последнем заседании ЕЦБ подняли процентную ставку, на предпоследнем ФРС не поднимали. Ну и на последних никто не поднимал. Вот таким образом ЕЦБ как бы на шаг впереди, да, они подняли один разочек, а ФРС не поднимали. Таким образом разница в процентных ставках, она уменьшилась с поправкой на инфляцию. И плюс точно так же последние данные, которые вышли в еврозоне, они указывают на то, что инфляция замедляется. Что тоже является круто, это результат как раз более агрессивной монетарной политики. Я считаю, что здесь тенденция плавненько будет продолжаться, учитывая еще и то, что мы не видим резкого всплеска негатива на рынке по поводу текущего пробоя локального максимума. То есть у нас даже открытый интерес чуть-чуть вырос за последнее время. Как раз в момент перед пробоем цены. И это хороший признак, готовились пробивать как раз на объемах. Как говорят, это истинный пробоя, наверное. Я не сильно разбираюсь, но то, что на объемах нормально купили, пробили локальный максимум, то, что до этого фонды чуть-чуть начали сокращать свою шортовую позицию, хеджеры чуть-чуть начали накапливать лонговую позицию. Это хороший признак того, что готовится разворот и готовится краткосрочное движение, контртрендовое движение. По швейцарскому франку такая же ситуация, я считаю, что в ближайшее время у нас будет обновление локального максимума, локального максимума за текущий фьючерсный контракт, экстремум тоже будет пробит. Учитывая то, что красивую коррекцию совершили, все круто. Суточеты тоже вообще ни о чем, особо сильно ничего не поменялось. Мы видим, что начинают накапливать новый открытый интерес и как раз на растущем рынке, поэтому участники рынка Берия обуваются в сторону лонга и здесь как раз таки в момент пробоя мы должны уже видеть рост открытого интереса. Если его не произойдет, то дальнейшее движение вверх будет под большим вопросом. Австралийский доллар пробивает свои уровни сопротивления. Вот эта область, я считаю, что на пробои будет разгон как раз к уровням объема за декабрь 2022 года. Ну, возможно, не такой прям яркий, но в любом случае я рассчитываю на то, что выше этого уровня начнут закрываться шорт позиции, начнут открываться дополнительные лонг позиции, так как это новый максимум за текущий фьючерсный контракт для многих алгоритмических стратегий. Это хороший поинт для того, чтобы открыть лонг. По австралийцу, если мы посмотрим соотчеты, то мы увидим, что за последнюю неделю у нас фонды накопили лонговую позицию, грубо говоря, на 10% ее увеличили, сократили шортовую. Это понятно, они дальше это будут делать и дальше будут толкать цену. Но в то же время хеджеры сокращают свою лонговую позицию, они в плюсике и начинают потихонечку накапливать шортовую позицию, неподотчетные тоже накапливают лонги. Соответственно, на текущий момент небольшой дисбаланс еще в сторону лонг позиции сохраняется. Фонды начинают переворачивать свои позиции. Это тоже дополнительное топливо для дальнейшего движения. В любом случае, интересно будет как раз посмотреть на реакцию цены на новый максимум по текущему фьютишному контракту. Вот это будет интересно. Кольнуть выше, собрали топовую ликвидность. Если удастся разогнаться чуть повыше, это будет круто. Я считаю, что достижение уровней сопротивления более вероятно. По новозеландскому доллару, судя по соточетам, ничего сильно не поменялось. Там мы видим, что вообще ничего не поменялось. Открытый интерес начинает падать. Вот это немного для меня странно, так как он до этого вырастал на росте цены, на установлении новых максимумов. А на текущий момент мы стремимся к обновлению максимума и открытый интерес снижается. Поэтому на текущий момент более интересным является как раз таки австралийский доллар. И за счет того, что там чуть больше шортовой позиции в рынке. И за счет того, что открытый интерес не так агрессивно падает в последнее время. По новозеландцу такое ощущение, что выходят те, кто заходили в лонг здесь, 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 здесь. Здесь усреднялись, и на текущий момент они покидают свои позиции. Закрыться хоть чуть-чуть и все. И погнали. Да, сот отчеты тоже ни о чем. Поэтому здесь особых драйверов для дальнейшего движения нет. Скорее всего, будет просто болтанка по корреляции вместе с австралийским долларом и в целом по рынку. Так, дальше у нас канадский доллар. Здесь странная вещь в том, что открытый интерес накапливался во время снижения цены. И на текущий момент открытый интерес продолжает подрастать. Тут с большей вероятностью участники рынка накапливают дальнейшую шорт позицию. Поэтому вижу смысл с установления нового вот этого локального максимума. Как раз посмотреть на дивергенцию кумулятивных дельт и там рассмотреть возможность поработать шорт. Давайте посмотрим сот отчеты. Сот отчеты указывают нам на то, что фонды продолжают накапливать шортовую позицию. Хеджеры, в свою очередь, чуть больше лонговой позиции накапливают. Ну, неподотчетные трейдеры особо и не определились с тем, в какую сторону они хотят торговать. Мне нравится сценарий с установлением локального экстремума. Как раз, что мы работаем по тенденции. Это первое. А второе, это то, что имеет нейтральную дельту. Если там евро и австралиец, у них дельта плюс один. Там лонг. То в данной торговой идее как раз у нас дельта минус один. Здесь можно рассмотреть шортовую позицию. Таким образом, позиции в портфеле будут дельта нейтральны. Стремиться к дельта нейтралитету. Вот таким образом канадец для этого как раз интересно подходит. Да, если не будет выноса шортов. Но я считаю, что вынос шортов более вероятен как раз у австралийского доллара. По канадцу здесь сколько у нас? Здесь не такой большой шорт у фондов. Они еще его наращивают. Пока что это будет стопорить цену. Поэтому есть смысл использовать эту коррекционную историю для того, чтобы поработать немного. Шорт, если появится соответствующая точка входа. Без точки входа мы просто так позиции не открываем. Британский фонд. Здесь интересно. Здесь интересно, что тоже открытый интерес падает. Но он и накапливался во время падения рынка в основном. Соответственно, текущий рост ценовой и падение открытого интереса – это как раз закрытие шортовых позиций с большей вероятностью. После тот отчет мы видим, что фонды особо ничего не делали, сокращали свои позиции. Хеджи немного поактивничали в лонг. Они и открыли лонги, и закрыли шорт позиции. Шорт позиции у них тоже достаточно много. Не такой явный перекос, как у фондов до этого был. Но на текущий момент тоже до 15 тысяч контрактов шортовых. Это хороший объем, который при закрытии тоже может неплохо разогнать цену дальше вверх. По британцу пока торговых идей у меня нет. Да, пробили максимум. Да, стремимся к новому. Но пока так себе. Не видится мне здесь точки для присоединения. И на чем именно эта вся история может дальше двигаться вверх. Кстати, по австралийскому доллару на этой неделе будут принимать решения по поводу процентной ставки. И рынок ожидает, что ставку будут поднимать. На текущий момент 4,1%. А рынок рассчитывает на то, что будет поднятие на 0,25%. И соответственно 4,35% станет ставка. Приблизиться к новозеландцу, к канадцу, евро и так дальше. Потому что у Австралии одна из самых низких процентных ставок. Даже ниже, чем в еврозоне. Это немного странно. Но в последнее время данные у них вышли... А, инфляция пошла с повышением немного. Ну а все остальные данные в норме. Поэтому возможно как раз это и будет реакция на это действие. Напомню также, что австралиец, Банк Австралии один из первых начал процесс повышения процентных ставок. Вот. Возможно они что-то знают. Ну будем смотреть. Я думаю, что не будут ничего поднимать. Посмотрим. Так. Японская иена. По японской иене здесь интересно. Так как у нас достаточно много открытий. И фонды открывали и лонги, и шорды. Но шортов значительно больше. Хеджеры в свою очередь чуть больше открывали лонг позиции. И неподотчетные трейдеры тоже чуть больше в лонг заходят. После такого яркого выноса. После такого провала ценового. Чаще всего происходят технические отскоки. Мин-ревершал. Да. Но и частенько это все V-образный разворот. Я не знаю, что здесь будет происходить. Пока у меня торговых идей. По этому инструменту нет. Закрепление выше области. Где у нас до этого наблюдалась лимитная активность. Окей. Это хороший повод для того, чтобы попробовать присоединиться в спекулятивный лонг. Но пока среднесрочно здесь я не вижу позиции. Слишком рискованно на текущий момент набирать лонг со стопом вот здесь. Очень прям сладенько выглядит, чтобы после такого провала накопить лонговую позицию. Но здесь, как мы видим, много продавали. А эти продажи не привели к успеху. Как раз можно вот этой области попробовать поработать в лонг. Если реакция на эту область будет. То есть если мы подходим к этой области, и здесь у нас дивергенция, здесь много продают, цена не падает, закрепляется выше этого объема. Это хороший повод для того, чтобы спекулятивно присоединиться с достаточно коротким стопом. Нефть пока без изменений, здесь шорт-приоритет. Золото без изменений, жду достижения области лимитной активности. Пшеничка без изменений, жду дальнейшего развития восходящей тенденции на фоне того, что открытый интерес потихонечку снижается. А его накапливали как раз на шортовом рынке. Да, то есть шорты скорее всего набирали. Поэтому здесь еще потенциал роста у нас сохраняется. Медь. Стандартная стратегия. При достижении уровня объема буду часть объема сбрасывать, часть позиции сбрасывать. При отклонении буду ее обратно накапливать. По газу тоже ничего интересного. По серебру опять же болтанка продолжается, но я пока постою в стороне. Здесь очень сладенько выглядит как раз снос стоповой ликвидности. Вот тут сбор стоповой ликвидности вместе с падением золота. И дальше уже дальнейший вход на потенциальный локальный разворот, на локальную техническую коррекцию. Так как ноябрь достаточно хорош для серебра. Чуть лучше, чем для золота статистически. Биткоин. На текущий момент отрабатывается сценарий, о котором мы говорили. Достижение отметки 35, 36, 37. Вот этих отметок пока интересно. Верхняя граница с большей вероятностью будет установлена в районе 37. Так как на текущий момент там как раз заканчивается достаточно хорошее лимитное предложение. Это первое. И судя по опционам, как раз в эту область особо сильно и не ждут. В основном покупали 36-е голы. Соответственно от 36 до 37 провайдерам опционной ликвидности необходимо будет достаточно много купить базовую опцию. Это может немного разогнать цену, но реализация этого спроса приведет к тому, что на рынке будет достаточно много предложения, открытого предложения. И это негативно повлияет на цену. Потому что пока что в bullrun не верю, а вот в локальные движения вверх с целью сбора вот этой ликвидности дополнительной со стороны провайдеров опционной ликвидности, со стороны шортов, которые на текущий момент неплохо накопились, то здесь все шансы на хорошее движение вверх. Хорошее это вот 36-37 в этот диапазон. И дальнейшее движение к отметке между 32-33, возможно чуть пониже, так как необходимо вытолкать всех пассажиров, которые на текущий момент залетели в лонг. Ну мне так кажется. На текущий момент основная идея это шорт от 36-37 этого диапазона. Есть смысл рассмотреть шорт конструкцию, но если кому интересно, пишите в комментариях, поделюсь своими идеями по этому поводу. Фондовые рынки продолжают движение, пятница закрылась хорошо, поэтому я считаю, что рынок стригерится на вот эти разные наклонные линии, и в ближайшее время у нас будет закрепление выше уровня объема. Здесь так четко совпало, что все линии сходятся как раз вблизи уровня объема. За сентябрь 2021-2023 года. И закрепление выше этих уровней, выше локальных экстремумов, будет как раз ознаменовать дальнейшее движение ценовое вверх, так как, во-первых, шорт позиции начнут закрываться, а шортах сейчас в рынке очень много, это первое. А второе, еще и подключатся алгоритмические трейдеры, которые работают на пробой наклонных, пробой мувингов, пробой, не знаю, локальных экстремумов и так дальше. Поэтому здесь все шансы на дальнейшие движения есть, плюс у нас здесь статистический сезон подходит как раз, что вот-вот фондовые рынки будут чуть-чуть как бы оживать, и самосбывающийся прогноз тоже не стоит забывать. Павел на этой неделе дважды будет выступать, 100% где-то ляпнет в том, что ставки уже достаточно высокие, мы не рассматриваем дальнейшие повышения, это рынок будет отыгрывать снижение ставки намного раньше, чем это будет происходить. Поэтому здесь еще есть все шансы на дальнейшее движение, особенно по Расселу. По Расселу здесь интересный момент в том, что фонды вторую неделю подряд накапливают потихонечку лонги, и хеджеры в свою очередь и лонги, и шорты открывают. То есть открытый интерес достаточно активно растет за последнее время. Это хороший повод, это хороший признак того, что спрос на риск продолжает расти, он присутствует в рынке, и это то, что может дальше драйвить цену, а дальше включаются ликвидации и закрытия шортовых позиций, выдавливания из шортов, и это все хорошенько может разогнаться до конца года. Поэтому пока лонг-приоритет по фондовым индексам сохраняется. Спред между австралийцем и швейцарцем потихонечку сходится, пока новая торговая идея будет на следующей неделе. Да, других торговых идей по спредам пока нет. Анонсик небольшой. В пятницу мы не встретимся на онлайн-встрече, да и записи не будет. Предлагаю уже в понедельник и подвести итоги торговой недели и посмотреть, что интересного хеджеры делали за текущую неделю, как они отреагировали на решение по поводу процентной ставки банком Австралии, а также на выступление господина Павла. Всем хорошей торговой недели, следите за своими рисками. Будем на связи. Счастливо!